Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Представляю вам фрагмент фильма «Вперёд в СССР. Зёрна от плевел. Третья часть». Полный фильм можно посмотреть на моём втором канале «Сознание. 21 век». Я его выпустила 13 марта, как и обещала. А теперь объявление. В субботу 17 марта на канале «Сознание. 21 век» я проведу прямой эфир по теме «Моя история. Аутотренинг». Начало в 15.00. Все, кто хотел узнать, что это за техника, приходите. Напишите свои вопросы. Можно под этим видео написать и под следующими. Я дам ещё несколько анонсов. Там везде в комментариях можно написать вопросы. Что конкретно интересует и что бы вы хотели услышать. Может быть, какой-то конкретный болезненный личный вопрос, который вам покоя не даёт. Возможно, я смогу что-то сказать на эту тему. То есть, ваши пожелания могут не структурировать наше общение. И ещё одно объявление по экскурсиям «Москва-допотопная». Это уже в субботу 30 марта, то есть последнюю субботу марта, я проведу первую экскурсию по записи своей заявки. Присылайте мне на почту. И там я всё подробно скажу в переписке. Адрес почты «Сознание. 21 век. Собака. Яндекс. Ру». Адрес почты также будет в описании. Ну, а сейчас наслаждайтесь, получайте удовольствие. Фрагмент цикла «Зёрна от Плевел». Третья часть. Называется этот фрагмент «Бедный, богатый. Вирус паразитизма». Бедный, богатый. Так вот, паразит по своей сути, он может быть на любом уровне паразит. Это ошибка считать лишь богатых паразитами, а бедных – жертвой их обмана. И там, и там есть и паразиты, и люди совести. Со-ве-сти. Однако в системе оккупации, кто находится у власти ресурсов, по определению, по фильтрам будут те, кто подходит этой системе, не противоречат ей по своей сути. Мелкие паразитики тоже хотели бы, но они не допущены до большого пирога и подбирают крошки со стола или с полухозяина. Ну, так называемые «шестёрки». И они эти такие шакалики встанут в первых рядах к управлению СССР. Они перекрасятся, переобуются моментально и предадут своих хозяев, чтобы в новых условиях состояться. Так бывает всегда при смене власти. Так было и в 17-м году. И дальше, и дальше так будет, пока не устаканились правила игры. Паразиты всегда будут лезть во власть. Во власть и там, где есть возможность на халяву поживиться, там, где есть ресурсы, энергия. Паразит, как известны отходы физиологии, всегда плавает наверху при любой власти. Как этого избежать? Только одним способом – получать знания, расширяющие сознание, чтобы паразиты, хамелеоны, мимикранты не смогли пройти барьер более высокого, более развитого сознания, более чистого сознания. Отделять зёрна от плевел. Людей, честных, искренних, от лживых и хитрых приспособленцев. Истинные знания от ложной информации и окон Авертона. Так как у власти ресурсов должны быть достойные народа, их граждане из народа, как это и было в Новгородской, Псковской республиках до XVI века. После XVI века планету захватили библеисты, авраамические религии, ну и все вытекающие оттуда. Но мы все подпорчены чужеродными генами, и в нас есть этот паразитизм, как вирус. У всех в разной степени, поэтому потребуется реабилитация населения планеты. Но эти процессы очищения идут. Вспомните, 2012 год. Нас хотели накрыть всех катаклизмом или ядерной бомбёжкой, или потопу устроить. За 10 лет до 2012 года в СМИ со всех каналов готовили население к апокалипсису. Что всё молкирдык пришёл, нагнетали, нагнетали, чернухой всякой. И самый главный аргумент был, это календарь мая. Зомбировали людей, поднимали градус невроза и фрустрации. Что такое фрустрация? Это неизбежность, которой ты ничего не можешь поделать. И, конечно, что может обычный человек противопоставить календарю мая и зловещим пророчествам? Только плёнуть на него и сказать, ну хрен резкий и не слащий, будь что будет. Двом смертям не бывать, одной не миновать. И чары в тот же миг разрушатся. Какая была манипуляция? И главное, что безнадёга нагонялась, безвыходность, безысходность. И, видимо, продюсеры-то не шутили. Подземные города были готовы для элиты избранных Яхве. Но чё-то не срослось у них. Земля гудела несколько лет. Это помнят многие. Я, например, помню. Это был очень странный гул, особенно по ночам. Никто не мог объяснить, что это за гул. Потом стали говорить, что подземные города Яхвинских протежей были взорваны. Кем? Вопрос. Но пришлось отложить календарь мая. И все быстро забыли. Очень быстро. Потому что они знают, что человеческая оперативная память – это всего две недели. Потом градус даже самого шокирующего события снижается. А кратковременную память увидел и забыл. Много вы помните лиц, которых встретили за день. А вчера, а на прошлой неделе. Итак, в новый наш народный СССР возвращаться обогащенными опытом понятий добра и зла, а главной прививкой от лжи паразитов. Мы привиты от этого. Точно? А сами мы. Не хотим стать паразитами. Мы будем стремиться развиваться, если у нас резко повысится уровень жизни. Например, вот помечтаем, бензин стал бесплатным. Откроются новые дешевые способы энергии. Квартплаты не будет. Мы с вами будем работать и что-то создавать. Убирать улицы. Убирать мусор. Если у нас не станет этих врагов, оккупантов, которые занимались управлением, или мы, не успев оглянуться, повесим себе на шею ещё более страшных паразитов, о которых и помыслить не могли, что это может быть? Дракон умер. Да здравствует дракон! Здесь есть опасность. Здесь есть иллюзия. И с этим тоже надо разобраться. Напоминаю ещё раз, что на канале «Сознание 21 век» я проведу прямой эфир по теме «Моя история» и «Аутотренинг». Начало в 15.00. Все, кто хотел узнать, что это за техника, приходите. Напишите свои вопросы. Можно под этим видео написать и под следующими. Я дам ещё несколько анонсов. Там везде в комментариях можно написать вопросы, что конкретно интересует и что бы вы хотели услышать. Одно объявление по экскурсиям «Москва-допотопная». Это уже в субботу 30 марта, то есть последнюю субботу марта, я проведу первую экскурсию. По записи своей заявки присылайте мне на почту, и там я всё подробно скажу в переписке. Адрес почты «Сознание 21 век», собака, яндекс.ру Адрес почты также будет в описании.